всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поэкспериментировать со звучанием гитары используя встроенные в logic плагины amp дизайнер и педал борт сейчас мы о них подробнее поговорим что можно с ними сделать посмотрим у меня очень здесь такой такой небольшой фрагмент ну просто такой мужской джем просто барабаны и записаны три партии гитары одна гитара играть басовую линию звучит это так далее идут аккорды и идет как бы основная партия как мелодия но она первые ноты пересекаются с басовой партии а дальше уходит вверх так вот задача сделать из этих обычных звуков гитар у меня здесь просто установлена усилителя везде но чтобы гитара звучала более-менее закончена потому что без усилителя гитара записанная в линии звучит мягко скажем не очень моя задача больше в большую степень и за счет педал борда плагина добиться какого-то интересного звучания я бы даже скал менее похожего на гитару так таковую то есть моя задача попробовать сделать что-то такое скажу так непонятное то есть меня не задачи подчеркнуть гитарный звук а именно сделать что-то необычное давайте попробуем начнем с баса тут естественно нужно нам нужен какой-то октавер и здесь такой есть доктор октов моя задача сделать из этого звука максимально басовый что мы теперь еще можем сделать я хочу к подмешать немножко еще флэнджера сюда посмотрим что у нас здесь есть но немножко теряется басовость этого звука поэтому мы сейчас попробуем сделать по-другому попробуем сделать сплиттер и у нас здесь есть микшер и соответственно что мы сделаем так сплиттер у нас идет так и соответственно у меня здесь есть копия сигнала где у нас не обработанный и она канале а на вот это нижний у меня скажем так вариант с флэнджером то есть у нас как бы идет сплиттер здесь идет сигнал без флэнджера здесь идет сигнал с флэнджером здесь они суммируются и выходят уже в общем виде и мы здесь можно поймать баланс если так как микс ручка микс который здесь на саму педали флэнджера нету так ну с басом я думаю достаточно давайте попробуем что-то сделать интересное с аккордами так я сейчас сразу попробую сделать в стерео потому что я хочу эти аккорды чтобы были именно стереофонические несмотря на то что сам у меня звук сама гитара записана в моно я сейчас буду здесь делать такой стерео эффект что мне нужно все нужен . это модулятор попробуем этот стерео эффект а Субтитры сделал DimaTorzok Так, и добавим какой-нибудь сюда ревербератор Springbox, например Таким образом у нас было такое звучание И стало такое Субтитры сделал DimaTorzok Вот и за счет изменения настроек эквалайзера на усилителе Можно сделать такой более пэдовый звук Можно здесь кстати включить еще и тремоло эффект Субтитры сделал DimaTorzok Так, и теперь давайте из нашего основного звука Лидирующего сделаем вообще что-нибудь экстраординарное Попробуем Здесь тоже как-нибудь поизгаляться Дима Торзок Дима Торзок Так, поставим тоже эхо Дима Торзок Так, и тоже добавлю сюда Springbox Чтобы максимально размыть тоже этот звук То есть вот что у нас было без обработки И вот такое у нас получилось в результате наших экспериментов Дима Торзок Ну то есть таким образом можно вот просто используя какие-то нестандартные решения с применением эффектов Добиться вот таких интересных звуков Естественно, конечно, с этим перебарщивать никогда не стоит Но какой-нибудь один элемент в вашем миксе, например Или в вашей аранжировке Можно добавить такую интересную обработку непредсказуемую И его какой-нибудь утопить И он будет такой, ну не визитной карточкой Но таким неким элементом, привлекающим внимание слушателя Это всегда очень ценно и полезно Если вы проанализируете там все современные продакшены Так или иначе в каждом треке вы слышите какой-то интересный звук Который будет цеплять внимание Такой некий как тег такой То есть в любой аранжировке, в любом жанре У некоторых даже именитых продюсеров и битмейкеров Есть какие-то свои фишки Они как-то прячут, скажем так, в аранжировке То есть один битмейкер может делать музыку для нескольких артистов И у них у всех сразу какие-то элементы слышны Что это делал один и тот же человек Таким образом вот можно искать свои какие-то такие интересные звучания Либо просто искать вдохновение То есть я сейчас записал в принципе Ну не такие, скажем так, ничем не выдающиеся партии гитар И из них получился такой, ну более-менее интересный трек С которым можно уже дальше что-то лепить Может быть как-то продумывать Какое-то развитие Что-то делать То есть чисто за счет звучания При этом, что я это использовал на гитаре Естественно, это не обязательно использовать только на гитаре Эти все эффекты Это можно использовать и на голосе Это можно использовать и на каких-то клавишных инструментах На синтезаторах То есть здесь очень много интересных эффектов И так они сделаны именно в таком виде гитарных педалей У них и особенности звучания Особенности настройки, которые Ну скажем так, недоступны в обычных каких-то плагинах Привычных нам Поэтому попробуйте, поэкспериментируйте Это очень классная вещь Ну а если вы хотите поподробнее разобраться Собственно в этих плагинах Педалборд и Ампдизайнер У меня на эту тему записан отдельный видеокурс Для подписчиков пакета Максимум он доступен Посмотрите у себя в личном кабинете Называется уникальный звук гитары в Logic Pro 10 И там я более подробно рассматриваю эти плагины И мы также их смотрим со всех сторон Пробуем разные усилители Здесь достаточно много И также применяем все это на практике В различных условиях Поэтому советую посмотреть этот курс Если вам интересно Если вы работаете с записью гитары Ну либо вот так же хотите обрабатывать По необычному какие-то даже не гитарные партии А какие-то сторонние вокалы, клавиши и так далее Ну а в этом видео все Всем успехов в творчестве С вами был Дмитрий Урсул И увидимся с вами в следующих видеозаписях Всем пока